Футбольный клуб «Калуга» провел очередной матч в рамках центральной зоны 2-го дизиона чемпионата России. Наша команда гостила в Тамбове. Местный коллектив идет на третьем месте в турнирной таблице. Поэтому легкой жизни в этом матче подопечным Виталия Сафронова никто не обещал. Подробности в нашем сюжете из Тамбова. Предыгровая тренировка после 8-часового переезда из «Калуги» в Тамбов заняла один час. Футболисты опробовали натуральный газон стадиона «Спартак», после чего в хорошем расположении духа отправились готовиться к матчу с одной из лучших команд зоны «Центр». Настроение боевое. Добрались, потренировались. Поэтому сами видите, погода футбольная. Такую погоду приятно играть. У нас в принципе 20 человек заявлено. И каждому футболисту будет дан шанс. Вопросы, воспользуются они им или нет. Поэтому в команде собраны неплохие ребята. Поэтому будем надеяться, что они не дрогнут. В день матча в Тамбове погода наладилась. Показав во всей красе главные архитектурные плюсы этого динамично развивающегося города. Сама же игра, собравшая на стадионе не так много зрителей, стартовала тоже крайне динамично. Уже к восьмой минуте команды обменялись забитыми мячами. Правда, потом проблемы с составом стали сказываться на действиях калужан. Ведь вместе с космонавтами в Тамбов не приехали Вадим Минич, Дмитрий Баранов и Виктор Коноплев. Двое последних являются основными центральными защитниками Калуги. Так что провалов в обороне с каждой минутой у подопечных Виталия Сафронова становилось все больше. Это все опять же стечение обстоятельств, детские ошибки в первом тайме. То есть они привели к такому счету. Но опять же, если брать то, что в нашей команде практически нету защитников. Тем более два защитника сейчас центрально пропускали эту игру. Но если можно посмотреть, мы в каждой игре забиваем. Еще до окончания первого тайма Тамбовцы оформили себе более чем комфортное преимущество. На четвертой минуте счет стал уже 4-1. Во второй половине матча Виталий Сафронов сделал ряд замен. У калужан получился едва ли не самый молодой состав из всех команд центральной зоны. Что немаловажно, все эти потенциально сильные футболисты являются воспитанниками спортивных школ Калужской области. Поэтому главным результатом, который получили наши игроки, стал бесценный опыт в игре с сильным соперником. Вот так космонавты забили второй мяч. Дубль оформил Владислав Сысуев. А итоговый счет установили хозяева поля за две минуты до окончания поединка. 6-2. Я думаю, сам счет сам до себя говорит. Победительная победа. Играли против молодых ребят. Спасибо ребятам, что внеслись должным образом. Калужане остались на пятом месте в турнирной таблице. В случае успешного проведения последних матчей сезона, подопечные Виталия Сафронова могут подняться даже на четвертую позицию. Сергей Романов, Николай Егоров, Никита Богадов. Телекомпания Ника ТВ. Тамбов.